Ветел в лесу маленькую девочку с двумя косичками. Дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки. Вместо урока сцена театра, а вместо учителей известные актеры. Ростовские младшеклассники с интересом слушают редкие в школьной программе новеллы Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками» и Михаила Зощенко «Елка». Не совсем детские рассказы с глоким смыслом о жизни великого норвежского композитора Эдварда Грига и о вечных человеческих ценностях. Учителя тоже заинтересованы, что они уверены, что дети читали это произведение. Потому что мы будем брать, во всяком случае, в первый сезон, будем брать только школьную программу. Идея театрализованных читок произведения русской классики принадлежит Николаю Ханжарову. Увидев, что сын пользуется кратким содержанием, артист решил, такие чтения необходимы детям. По его мнению, они помогут пробудить любовь школьников не только к литературе, но и театру. По литературе мне все авторы нравятся, хорошие. Пушкин нравится очень. Недлик Сабгель. Очень бы хотелось, и я думаю, что это необходимо, чтобы наши дети читали, пускай слушали, но в данном случае знали и соприкасались. И пускай даже мимо, потому что мимо пройти все равно невозможно. Где-то там это все равно на каком-то уровне останется внутри. Такие чтения теперь проходят регулярно, адресованные не как младшим, так и старшеклассникам. Чтобы удержать их внимание, особых навыков не нужно, утверждает актриса молодежного театра Анна Корзун. Необходимо только интересное произведение. Все, что им нужно, они все равно услышат, и они сами возьмут внимание. Вы сами это видели по залу, от бесконечного обсуждения какого-то слова, которое вдруг им понятно или непонятно, или вдруг оно им вдруг понравилось, это слово. И потом они тут же понимают, что дальше они упускают какую-то линию, и они тут же опять же сосредотачивают. В начале текущего, 84-го театрального сезона, при Молодежном театре создан отдел творческих инноваций. Помимо проекта «Театральные чтения» начал свою работу и театральный клуб. Ася Куренова, Юрий Бабенко, Главная новости.